Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». 8 мая на календаре. Среда. А на ваших экранах самая ранняя развлекательная передача «Солнечное утро». Меня зовут Виктория Мальцева. Мои коллеги подготовили много интересных историй и удивительных фактов. Давайте узнаем, что нас ждет в этом выпуске. В центре внимания. Узнаем, какие события произошли в мире за 24 часа. Жизнь поможет подобрать тональное средство. Бодрое утро. Разомнемся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. По традиции начнем с познавательного погружения в прошлое. От открытий, которые изменили ход человеческой истории, до примет и суеверий наших предшественников. Что сделало 8 мая днем достойным того, чтобы его помнили, расскажут мои коллеги. 8 мая 1945 года подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Это был не первый договор о прекращении военных действий, но он стал последним. От имени Вермахта документ подписали генерал-фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий ВМС фон Фридебург и генерал-полковник авиации Штумф. СССР представлял заместитель верховного главнокомандующего маршал Жуков, союзников маршал авиации Великобритании Тедер. Восьмой, а также девятое мая в международном календаре. Дни памяти и примирения. Они посвящены погибшим во Второй мировой войне. В ней участвовали и пострадали жители 61 государства. Военный конфликт охватил территории трех континентов, а также все четыре океанских театра. Памятную дату провозгласила Генеральная ассамблея ООН в 2004 году. На Руси в этот день наблюдали за птицами. К примеру, пение кукушки говорило о том, что заморозков больше не будет. Купающиеся в лужи вороны сулили солнечную погоду. По низкому полету журавлей древние славяне предсказывали ненастие. Если же пернатые начинали весь гнезда на солнечной стороне, наши предки верили – лето будет холодным. Астрологи рассчитали – 8 мая Венера входит во взаимодействие с Марсом. Это значит, что придется решать множество вопросов, которые связаны с финансами. Даже мелкие траты необходимо серьезно продумать. Также эзотерики предостерегают от опустошения сбережений. Они советуют ограничиться средствами, которые уже есть на руках. В четырех регионах России зафиксировали северное сияние. Аврору наблюдали в небе над Московской, Ленинградской, Калужской и Тверской областями. По словам ученых, обширное северное сияние связано с магнитной бурей. Вспышка на солнце продолжалась почти полчаса. Физики посчитали ее третьей по силе с начала этого года. Школьница из Перми установила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин. Лида Котельникова выполнила жим лежа от пола 1501 раз. Девочке богатырю всего 7 лет. Она занимается дзюдо и за день до рекорда выиграла соревнования по этому виду спорта. Достижение юной чемпионки зафиксировал Российский союз боевых искусств Пермского края. В Тольятти полицейские поймали кота-наркокурьера. При помощи животного местные дилеры хотели доставить марихуану в исправительную колонию. Но на входе хвостатого задержали оперативники. В ошейнике кота обнаружили 9 граммов психоактивного наркотика. О дальнейшей судьбе пушистого в ведомстве не сообщают. Краснокнижный леопард лег спать прямо перед фотоловушкой. Умиротворенные кадры сделали на Дальнем Востоке. Судя по видео, большая кошка хотела обойти территорию, но ей не понравилась погода. Тогда леопард просто развернулся, лег на камни и уснул. Причем спать на камнях животному очень даже удобно. По словам экспертов, густая и длинная шерсть смягчает ложе и защищает животное от холода. Нужно ли смотреть YouTube или Routube? Этот вопрос нередко вызывает споры. Кто-то считает видеохозинги настоящим злом и причиной нежелания молодежи включать мозг. Другие же уверены, что благодаря этим площадкам можно получить новые знания и умения, а также дистанционно посетить самые разные уголки планеты. В нашей следующей рубрике мы знакомимся с теми авторами, кто живет на островах или посетил их в качестве туристов. Смотрим! Привет, зрители моего канала! С вами Саня Масинчук. Привет, моя дорогая публика! Ну что, моя дорогая публика? Салют, моя дорогая публика! Здорово! Добрый день! Всем привет, с вами Саня Масинчук. И его одноименный блог на YouTube. Сахалинец не попадал в наши обзоры уже очень давно. За это время на странице молодого человека скопилось немало занятных видео. К примеру, самое свежее рассказывает о поездке Александра на Клоковский водопад. Когда ты едешь по той самой дороге, впереди тебя открывается нереальный вид, от которого невозможно устоять. И, блин, скажу честно, тяжело с моим опытом вождения следить за дорогой. Хочется прям бросить руль и разглядывать все больше и больше, брать камеру и делать съемки, и останавливаться на каждом протяжении всей дороги, чтобы делать какие-то фотографии и записывать видео для вас. С погодой блогеру повезло. Половина пути до водопада пролегает по раскатанной дороге, которая превращается в глиняное месиво после дождей. Другая половина маршрута – высокий подъем по узкой тропе. От падений защищает растянутый между железными прутами канат. Какая лепота! Офигеть! Вы должны это видеть! Развивать авторский блог Александр начал шесть лет назад. Выбор контента пал на короткие юмористические ролики. Комедийные зарисовки успехом не пользовались. В лучшем случае они собирали до ста просмотров. Тогда Александр сменил вектор съемки. Молодой человек стал рассказывать о повседневной жизни, делах и отдыхе. В ночном забеге блогер участвовал осенью прошлого года. Морозная погода не помешала спортсмену преодолеть трудный подъем на горный воздух. И пусть первым он не пришел, но лайки под видеороликом собрал. Я уеду в Тамару, где качается Надюном, Шереметьевский паркас. И у нас в корейских скалах на общественном стояло. Если только захотите, будет личный подолаз. Чего вы, группа поддержки, похлопали бы хотя бы, Илюша? Илюша! Илюша! Братанчик, давай! Судя по образу Александра в сети, спорт сопровождает его на протяжении жизни. Он активно участвует не только в общественных мероприятиях, но и в конкурсах, которые устраивают на предприятии. Блогер работает вахтовым методом. Если углубиться в хронику канала, можно найти видео, где молодой человек занимается воркаутом. Не так давно Сахалинец выложил ролик, в котором поэтапно рассказывает, как построить дом в лесу из валежника. Видеоинструкция поделена на пять частей. Суммарно ее посмотрели уже более 11 тысяч пользователей. Что интересного они нашли в сюжете, вы можете узнать самостоятельно. Канал блогера называется просто Александр Масичук. Какое средство может за несколько секунд скрыть следы бессонной ночи и мгновенно освежить цвет лица? Конечно, тональная основа. Ее по праву можно назвать предметом первой необходимости в косметичке. О том, как правильно подобрать тональник и нанести его, расскажет визажист Лариса Вишнякова. Доброе утро! Сегодня мы с вами будем учиться подбирать тональное средство. А у меня в гостях Камила. Камила, доброе утро! Доброе утро! Изначально вам нужно определиться, какой тон вы хотите. Они бывают разные, бывают устойчивые, увлажняющие, бывают с матовым финишем. И как только вы определились, вы идете в корнер, там, где есть образцы, тестер, где вы можете попробовать его на лице. На руке мы не тестируем, обязательно наносим тональное на лицо. Я взяла несколько разных оттенков. И сейчас продемонстрирую вам на Камиле, как вы должны подбирать. Итак, у меня три разных оттенка. Но приблизительно вы, когда берете тональное средство, вы понимаете, что, возможно, оно похоже, либо подходит к вашему тону лицу. То есть вы не берете же совсем желтый, например. Вот. Я взяла три оттенка. Первый немного светлее. Смотрите, вы наносите на подсколовую зону и протягиваете до шеи. Первый нанесла. Второй. Второй. Так, сейчас немножко добавлю второго. Не стесняйтесь пробовать прям в магазине. Пусть продавцы-консультанты вам помогут. Так. Смотрите. Так, немножко растушую. Смотрите, вот первый оттенок у нас совсем светлый. И когда мы протянули на шее, то здесь он тоже остается такой слишком светлой полосой. Второй оттенок уже более подходит к тону нашего лица. Смотрите, на шею растушевываю, и он тоже растворяется, да? То есть он подходит. Вот второй оттенок мне прям нравится. И третий оттеночек, он, как вы можете заметить, он желтит. То есть такое тональное средство, ну, явно нам не подойдет. Вы можете выждать несколько минут, чтобы посмотреть, не окислилось ли оно. Возможно, оно со временем станет желтее. Поэтому даже вы можете выйти на улицу и посмотреть на себя в зеркале. Дневной свет, он вам поможет. Как только вы поняли, что это тональное средство подходит вам по составу, да, то есть оно там увлажняющее, либо матовое, как вам нравится, и подходит по цвету, то его можно покупать. Если вы сомневаетесь, то такое средство лучше не покупать, чтобы потом не разочароваться в покупке. Сейчас я удаляю наши, так сказать, пробники. Так, я смыла наши тона, и сейчас я могу нанести тот тон, который нам понравился. Тон мы наносим с помощью кисточки, либо спонжа. А если хотите более экономичное нанесение, можно нанести пальчиком на лицо. И далее растушевать спонжем. Потому что кисть у нас, она забирает количество, достаточное количество тона, и это такой, знаете, не экономичный расход, зато красивое нанесение. С помощью спонжа вы можете добиться тонкого слоя. И здорово, если ваше тональное средство можно наслаивать. У меня легкая текстура, поэтому я могу продублировать еще раз. Растушевываю и не забывая заходить на зону шеи. И если у вас открытое декольте, тогда вы еще проходитесь в зоне декольте. Немного тонирую веки. Ну что ж, наше нанесение готово. Сейчас я закреплю тон пудрой. И нам останется сделать легкий макияж и отправиться на работу или на прогулку, кто куда. С вами была Лешникова Лора. До новых встреч. Пока. Ну а теперь настало время рубрики «Поймите правильно». В ней мы и рассказываем о богатстве русского языка и происхождении некоторых устоявшихся выражений. Их употребляют многие и достаточно часто. Но далеко не всегда людям известен первоначальный смысл крылатых фраз. Слово Василисе Долгушиной. Речь нуждается в захватывающем начале и убедительной концовке. Задачей хорошего оратора является максимальное сближение этих двух вещей. Так сказал английский писатель Гилберт Честертон. Не стоит игнорировать советы профессионалов. Без зазрения совести. Так говорят о ситуации, когда кто-то, не испытывая стыда, совершает заведомо неодобрительный поступок. Существительное зазрение, которое употребляется только в составе этого фразеологизма, заимствовано из старославянского языка. Восходит оно к глаголу «зазретье» – осуждать, укорять. Прежде фразеологизм применялся именно по отношению к совести. Говорилось – совесть зазрела. То есть кому-то стало стыдно. Употребляйте фразеологизмы правильно и к месту. Ведь, как сказал французский политик Шарль-Морис де Толеран, длинная речь так же не подвигает дело, как длинное платье не помогает ходьбе. Слово «ресторан» имеет французские корни. Оно появилось в Париже в 1782 году. Переводится как «возрождаться» и «чувствовать себя лучше». Проверим, так ли это с шеф-поваром ресторана «Вокруг света» Андреем Секретаревым. Друзья, всем доброе утро. Я Андрей Секретарев, шеф-повар ресторана «Вокруг света». Сегодня мы с вами приготовим национально-грузинское блюдо. Называется «Ануаджахури». В состав которого входят овощи, шашлык из свинины, заранее подготовленный картофель, зелень и соус на основе чеснока, кинзы и гляжевый бульон. С чего мы начнем? Мы начнем сейчас поджаривать наши овощи. Наливаем с вами 20 миллилитров масла. И начинаем обжаривать репчатый лук. Болгарский перец. Прогреваем наш шашлык из свинины. И все это греем. Вводим с вами картофель. В мундире «Бэйби-морт картофель». Приобрести его можно в магазине. Вводим немножечко довяженного бульона. И соус. И все это дело тушим до выпаривания соуса. Пока выпаривается наше блюдо, мы подготовим с вами тарелку. Пока. 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 Наше блюдо готово. Приступаем к выкладке. Для декора нам понадобится стебли кинзы. Такой хороший пучок укропа. Красный ялтинский лук. И ядра граната. И ядра граната. В наши дни мало кто делает зарядку по утрам. О том, что она полезна, знают все. Но не у каждого человека найдутся силы и желания напрягаться сразу после пробуждения. Долой хандру и лень. На солнечном утре время полезных физических упражнений. Доброе утро. Сегодня у нас будет с вами необычная зарядка, а именно зарядка для наших стоп. Стопы являются фундаментом всего нашего опорно-двигательного аппарата. Поскольку современный человек часто, большую часть времени проводит в обуви, наш мозг перестает видеть каждый палец отдельно. А каждый палец имеет свою функциональную задачу. Например, большой палец ноги отвечает непосредственно за функциональность ягодичных мышц и не только. Итак, вы можете сейчас вместе со мной встать и проверить, насколько хорошо вы чувствуете свои пальцы ног. На самом деле, мы должны ими уметь управлять так же хорошо, как и пальцами рук. Что ж, первое упражнение, которое мы с вами сделаем, это просто раскрытие пальцев в разные стороны. Старайтесь делать это упражнение, не поднимая пальцы вверх. То есть скользите пальцами в разные стороны, не поднимая их от пола. Мы делаем всего 5-8 движений. Старайтесь большой палец отводить в сторону. То есть все пальцы должны двигаться. Теперь 4 пальца остаются на полу, а большой палец правой и левой ноги поднимаем вверх. Интересно, у всех получается это сделать или нет? Как правило, на моих тренировках кто приходит впервые, очень сильно удивляется тому, что он просто не умеет управлять всего лишь своими пальцами. Итак, теперь большой палец правой и левой ноги давят в пол, 4 пальца будут подниматься вверх. И здесь важно не сваливать стопы внутрь. То есть стопы у нас стоят в нейтральной позиции и только лишь 4 пальца поднимаются вверх. Если вы делаете сейчас это упражнение вместе со мной, обратите внимание на свои пальцы рук. Не помогают ли они вам, не дублируют ли они движения ног и как чувствует сейчас ваша челюсть себя, не зажимаете ли вы мышцы. Хорошо, теперь поднимаем все 5 пальцев и задание теперь будет посложнее. Мы чередуем движения мизинца и большого пальца. Попробуйте опустить сначала мизинец, а затем большой палец и вернуть на место. Ну как, получается? Если получается, классно, я на самом деле правда очень-очень рада этому. Есть. И теперь еще больше усложняем задачу. Оставляем все 5 пальцев наверху и одновременно опускаем большой палец и мизинец на пол. То есть нам нужно 3 пальца оставить наверху, а большой и мизинец опустить вниз. Если у вас пока еще не получается сделать это упражнение, вы можете руками себе помогать. Например, придерживать 3 внутренних пальчика и опускать большой и мизинец к полу. Есть. И теперь еще несколько движений. От мизинца до большого пальчика мы делаем перекат. Вот такой, как будто играем на пианино или стучим по клавишам или по доске, когда нервничаем по столу. Есть. И теперь тоже самое пробуем сделать от большого пальца до мизинца. Вот здесь, кстати, я это упражнение стала сама делать совсем недавно и у меня еще не очень хорошо получается. Но могу заметить, что буквально через 3-4 дня практически я делаю уже как надо. Поэтому вы можете начать делать эти упражнения вместе со мной и посмотрим, какие успехи у вас будут через несколько дней. Есть. Дальше мы с вами начинаем подниматься вверх и здесь важно улучшить тыльное сгибание пальцев. Для чего нам это нужно? Непосредственно это движение мы используем с вами в шаге. В момент, когда наша нога остается сзади, наш большой палец толкает нас вперед. Тем самым задает инерцию к движению шага. И, как я уже сказала, большой палец связан с ягодичной мышцей. Именно в этот момент у нас включается ягодичная мышца. Поэтому улучшать тыльное сгибание пальцев необходимо. Мы просто с вами поднимаемся вверх. Кстати, это упражнение помогает запустить лимфу, так как у нас здесь участвуют икры. А наша лимфа двигается в теле за счет сокращения мышц. В частности, икроножные мышцы – это такой хороший насос для лимфы, который гонит ее вверх. Это упражнение поможет вам утром избавиться от отеков. И помогаем себе еще больше улучшить тыльное сгибание. Поднимаемся вверх, толкаем колени вперед и усиливаем движение пятки вперед. Тем самым еще больше улучшаем тыльное сгибание. Толкаем колени вперед и опускаемся вниз. Кстати, здесь, поднимаясь на носки, мы также с вами тренируем и баланс, что необходимо для нашего тела. Делаем 6-8 движений и опускаемся вниз. Далее, стопы оставляем параллельно друг к другу, пальцы прижаты к полу, сгибаем колени. И мы начинаем с вами вращаться то вправо, то влево, улучшая мобильность голеностопных суставов. Здесь важно запускать движение непосредственно снизу вверх. То есть не тело вращает ваши стопы, а наоборот, за счет движения стоп запускается движение в корпусе. Одна арка стопы приподнимается, вторая уплощается и наоборот. Это позволяет, опять же, сберечь ваши колени, так как голеностопный сустав в нашем теле должен быть максимально мобилен. Если голеностоп теряет свою мобильность, то его функцию частично уже будут выполнять колени. И еще одно упражнение, последнее. Подворачиваем стопу вот таким образом. Мы будем с вами улучшать гибкость голеностопа. Подвернули. Толкаем пятку вперед. И здесь важно, чтобы вы не пальцы подворачивали, а непосредственно толкали сам подъем вперед. И свободное колено выводим за пределы носка, улучшая тыльное сгибание голеностопа. Опять же, это очень важно для хорошего паттерна шага и для упражнений, например, приседаний или выпадов, если вы занимаетесь в зале. И то же самое делаем на другую ногу. Кстати, эта зона непосредственно связана со сгибателями бедра. Если вы очень много проводите времени сидя, то это упражнение поможет вам снять напряжение с этого региона. А сильные перегруженные сгибатели бедра влияют на нашу осанку. Укорачиваясь, они наклоняют таз вперед и идет перенапряжение в область поясницы. Вот так в нашем теле все взаимосвязано. Я очень надеюсь, что вам было интересно и полезно. Выполняя эту, вроде как, простую разминку для стоп, вы работаете практически со всем опорно-двигательным аппаратом. Еще раз повторюсь, что стопы – это наш фундамент. Я желаю вам прекрасного настроения и отличного дня. Пока-пока. Эфир программы «Солнечное утро» подходит к концу. Теперь мы увидимся в понедельник, 13 мая. Будем верить, что погода позволит сахалинцам как следует отдохнуть. В студии была Виктория Мальцева. Пока-пока. Новый современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины «М-Видео», «Детский мир», «Симост», бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Бифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархуддинова, 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова